Привет, друзья! Сегодня у меня будет короткое видео о том, как быстро обработать RAW-материал, снятый камерами Canon с прошивкой Magic Lantern в условиях большого перепада яркости. И делать это мы будем в программе DaVinci Resolve. Продвинутый пользователь DaVinci может здесь мне сразу возразить, что если уж кто-то собрался в данной программе обрабатывать подобные видео, то он уж точно не станет прямолинейно высветлять изображение, зазирая общую экспозицию, разрушая при этом хрупкие света, или наоборот, вытягивать света за счет погружения теней в полный мрак. Ибо здесь, в DaVinci, существует как минимум пять способов недеструктивно друг для друга обработать отдельно и тени, и света. Да, это чистая правда, но я хочу рассказать только об одном способе, который мне лично кажется удобным и быстрым. При определенных сюжетах он вообще может позволить сделать коррекцию буквально в пару кликов. К тому же он позволяет добиться довольно натурального результата, не превращая картинку в сюрреалистический HDR. В качестве примера для демонстрации я подобрал из своего архива этот не очень удачно снятый сюжет, где небо сильно высветлено, в то время как памятник архитектуры снят с теневой стороны и смотрится очень темным. Это вы сейчас, кстати, видите встроенную JPEG превьюшку одного из кадров DNG последовательности, которую я как раз подготовил для импорта в DaVinci Resolve. То есть по сути это то, как выглядел бы кадр из обычного видео в формате MOV, сжатого кодеком H264. Resolve, как известно, не работает непосредственно с MLV файлами, которые выдает прошивка Magic Lantern, и поэтому требуется предварительная конвертация в DNG последовательность. Но если кто-то слабо знаком с рабочим процессом в DaVinci Resolve, я рекомендую сначала посмотреть мое недавнее видео, в котором я как раз рассказываю об основах работы с RAW файлами, именно Magic Lantern RAW файлами, в данной программе. Ссылка будет в описании. Итак, наш файл загружен в программу, и первым делом на страничке Color я захожу во вкладку настроек RAW конвертации, где я обычно предпочитаю перевести материал из стандартного пространства для видеофайлов REC709 в малоконтрастное и малонасыщенное цветом пространство BMD Film, являющееся родным для программы DaVinci Resolve. Больше мы тут можем ничего не трогать, убедившись лишь по видеоскопам, что вся информация в нашем видео с запасом умещается в динамический диапазон, и нет пересветов, и недосветов. Теперь переходим во вкладку с цветовыми кругами и начинаем собственно работу. В меню Color мы выбираем один из готовых пресетов – Chroma Light. Что же он делает? Он автоматически выделяет наиболее светлые области нашего изображения. Ну и как побочный эффект сбрасывает параметр Saturation на 0 вместо значения по умолчанию 50. Поэтому первым делом мы возвращаем насыщенность на значение 50 и далее включаем отображение выделенных областей, нажав на волшебную палочку. Теперь, ориентируясь на изображение в окне предпросмотра, мы тонко настраиваем выделение, стараясь, чтобы наше небо полностью вошло в выделение, и при этом остальные участки изображения не были затронуты и остались серыми. Делаем мы это при помощи параметра Luminance High, который отсекает информацию со светлой стороны спектра, и High Soft, отвечающего за плавность границы выделения. Теперь мы имеем выделенное небо. Но я думаю, сейчас нам лучше будет инвертировать это выделение, чтобы получить в первой ноде все остальное кроме неба. Что мы и делаем, нажав на кнопочку Invert. Теперь можно выключить отображение выделенной области. Далее к первой ноде мы добавляем так называемый Outside Node, то есть ноду, содержащую часть изображения, не вошедшую в первую ноду. Это как раз наше светлое небо. Для этого мы можем воспользоваться меню или клавиатурным сокращением, кто как любит. Итак, теперь мы имеем в одной ноде темные объекты, а в другой ноде небо. И можем приступить к раздельной коррекции. Весь арсенал средств DaVinci Resolve сейчас в нашем распоряжении. Мы можем делать на свой вкус, кто как любит и умеет. Сначала немножко оживим темные объекты из первой ноды. Я, к примеру, подниму параметр Shadows, прибавлю насыщенности ColorBoost, немного усилю фактуру здания параметром MidToneDetail. Тут нет готового рецепта и каждый подбирает себе инструменты из огромного арсенала Resolve по своему вкусу. Далее разберемся с небом, выделив вторую ноду. Здесь работа будет потоньше, то есть придется повозиться с настройками параметров для лучшего результата. Ориентируясь на Waveform и параллельно поглядывая на окно предпросмотра, мы сначала немного поднимем общую экспозицию, вращая колесико под параметром Offset с помощью колеса мыши. Затем немного усилим контраст, а потом подкрутим параметр Pivot, придав облакам объемный и сочный вид. Pivot в переводе означает что-то вроде опорной точки, центра вращения. И этот параметр работает всегда в связке с настройкой контраста. Так что если мы начнем крутить Pivot при нетронутом контрасте, мы ничего не увидим. Если попытаться объяснить кратко и по-простому суть этого ползунка, то когда мы усиливаем контраст, мы как бы сближаем между собой самую яркую и самую темную точки изображения. А Pivot находится между этими точками и по сути является срединной точкой контраста. И соответственно перемещая его, мы регулируем распределение информации между крайними точками контраста. Ну вот и все. Сравним до и после. И если нас все устраивает, можно на этом завершать. Как видим, небо оживилось. Облачка проявились фактурно и нарядно. Здание тоже немного вышло из глубокой тени. Здесь главное, на мой взгляд, не переборщить с HDR. Легко ведь сделать термоядерную картинку, далекую от реальности. Но это опять же дело вкуса. Каждый может дать волю своей фантазии, я считаю. Ну а если сравнить наш результат с исходной картинкой, JPEG превьюшки из начального DNG файла, то мне кажется, многое становится ясно. Хотя главный вопрос о том, есть ли вообще смысл снимать на Canon в RAW или же можно обойтись без этой возни. Тут все-таки каждый все равно для себя решает только сам. Вот и все. Если для кого-то данный способ был интересен и пригодится когда-нибудь в работе, я буду только рад. Заходите еще, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до встречи, всем спасибо и пока!